а помнишь обещал тебе original sin original sin swallowtail 168 вот он есть у нас он кстати довольно таки мягкий для swallowtail я думаю он будет комфортный прям для очень многих людей особенно для тебя пенсионер точнее опытный сноубордист и ложка тут охренительно все как все как по классике классический swallowtail от original sin дизайн чуть-чуть конечно отличается от тех что были когда-то это можно посмотреть кстати в музее друзей есть несколько досок тех времен но чуть-чуть отличаются 48 07 на и что это это 4807 метров высота горы какой какой горы монблан в общем что обещал показываю есть у нас original sin в очень маленьком количестве и в следующем году и он не выпускается он вообще будет таким мелкими партиями выпускаться поэтому в общем привет сноубордисты скажите чё юра ты совсем охренел на улице дождь на улице лето а ты тут со своими сноубордами но у нас к сожалению в самом конце сезона пришли некоторые новиночки и даже мало того что в конце сезона они буквально месяц назад есть даже новые поставки поэтому нам есть что вам показать сейчас мы вам все расскажем помимо оригинал сина к нам доехал наш любимый бренд из франции дюпра теперь есть в наличии все модели все ростовки все жесткости не буду вам о них рассказывать отдельно потому что у нас про это ролик уже был новые цвета новые цвета вот такие вот богатые это такое золото золотой серебряный ну там такой какой-то такой уголь на уголь на блестящий серебряный цвет и белый 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 в общем красота и новый бренд который к нам приехал называется стран до стран до стран до стран до сноубордс это шведский бренд увидели мы его на но естественно в интернете видели и видели его на выставки которые в германии точнее в австрии проходит first shop try или try first shop короче это организуют бренды для магазинов чтобы можно было потестировать там он тоже какой-то год один был в общем прикольные доски которые по шейпу мне тоже очень понравились но вот кстати вот реально вживую я их вижу впервые давайте-ка мы с них пленочку снимем потому что доски очень красивые но они все в пленках это кстати на тему конструкции это сделано на том же заводе что и телос или weston то есть все те же технологии и когда-то давно у нас было видео с телосом мы говорили что они пленочкой покрытые глянцевой доски покрыты пленочкой чтобы сохранить этот свой лак а здесь бамбуковые очень красивые полированные крышки еще покрытые лаком прямо они классные надо сейчас снять все эти пленочки посмотреть как все это выглядит живую вот видите пленочка на пленочку под ней доска уже максимально красивая ведь бамбуковая крышка изначально игры увидел ты даже эти доски в интернете и когда увидел именно с плиты у сплиток очень много было алюминиевой защиты которые как раз на фабрике джейпи 87 на которой делается телос я спрашиваю производителя ты говорю на джейпи 87 делаешь беда у нас в основном все там но какие-то вид еще минимальные кастомные модели делаются германии ну честно говоря пока что таких таких я не нашел жалко конечно пленку отрывать потому что этот лак он блин будет царапаться здесь в магазине но ладно это мы привезли такую пробную партию досок основная партия приедет все-таки к сезону но практически все модели есть наличие кроме свалу кроме сплитов сплиты мы пока эти не берем ну во первых то что они очень дорогие хотя нет по моему несколько сплитов я все-таки заказал в основную коллекцию но вот пока что что могу сказать дизайн у досок стран да конечно намного богаче выглядят намного круче чем у например у того же телоса и у того же вестона то есть он больше напоминает дизайн таких досок типа японских как moss или джентом стик но в общем-то смотря на эти доски сразу понимаешь чем мы их производитель вдохновлялся когда их делал и как раз вдохновлялся то он и теми самыми японскими моделями судя и по его словам и по самим доскам по самим шейпом еще раз напомню это шведский бренд и сделал его просто человек который катался много лет на сноуборде катался катался решил что сам попробует сделать какие-то шейпы и вся вот эта история с его увлечением переросла в отдельный сноуборд бренд пока чуть-чуть покажу вам доски могу немножко рассказать про их конструкцию такие общие моменты что все естественно доски-то сэндвич конструкция в основном прогиб у всех тоже кэмбер кэмбер с ранним загибом носа ну как у всех сноусерфов как мы любим сайдвола в основном полиуретановый причем полиуретан сделан на основе касторового масла это опять же к слову об экологии экология это не самый последний момент который этот бренд использовал на который бренд обращают внимание то есть тот же бамбук который используется в конструкции он позволяет снижать количество стекловолокна или углеродного волокна который используется в этих досках то же сам бамбук имеет тоже достаточно хорошую жесткость дерево которое используется в основном это ясень ясень во первых он хорошо гасит вибрацию и во вторых он очень хорошо держит форму доски то есть когда форму придается в прессе этот кэмбер тот самый прогиб форм доски остается достаточно долго для облегчения используются другие породы дерева такие как тополь и павловня ну и как я уже говорил бамбук еще из экологии из экологических вещей здесь клей который не содержит всяких летучих вредных веществ ну принципе такими вещами такими технологиями сейчас пользуются практически все бренды несмотря на то что очень много споров до что экологично что не экологично все равно люди стараются как можно меньше использовать вредных веществ производстве соответственно меньше влиять на планету и это хорошо это мы поддерживаем ну как вы понимаете все доски в основном это те же сноусерфы как мы любим магазин все-таки фрирайдный вверх фрирайд и сейчас немножко расскажем про какие-то конкретные модели ну в общем поехали по доскам самый такой универсальный доской является модель десендер с таким вот скользячком скользяки кстати у них тоже все одинаковые это графитовый скользяк он достаточно быстрый только на одной модели есть какой-то там ультра электро какой-то скользяк это читер двухметровый который у нас сейчас нет ну ладно про читер попозже значит десендер ну его можно сравнить с такими досками как мы к вам уже показывали наши это дст телос lemurian телос или например джонс маунтин твин доска который подходит для фрирайда и для бэк-кантри фристайла то есть у нее есть какой-то там хвостик достаточно приличный длинный то есть хвост длинный стойка более децентрализованно но доска при этом все равно дирекшнл вы можете приземляться и не в свою стойку на ней еще технологии которые использованы здесь и в некоторых других досках это дополнительные точки контакта на к на конте да то есть точка контакта это крайняя на носу и на хвосте где обычно и добавлены еще две точки так скажем ну в середине где-то контов они не так ярко выражены как например у липтеха или там каких-то других брендов очень так нужно хорошенько присмотреться видно видно что они есть но в принципе даже этого микроскопического утолщение так скажем до хват хватит чтобы удержать эту доску на очень жестком льду снегу вообще мы по снегу катаемся не по льду эта доска есть в разных очень разных размерах вот это 148 это прям какая-то девочковая доска да есть тут 152 то есть универсальные доски подходят как мальчикам так и девочкам здесь дизайн кстати какие-то вот горы наличие дизайна именно такого как это сказать фотографического по жесткости она не очень жесткой подойдет как таким уже катающимся хорошо катающимся людям и те которые ну прогрессируют но не начинающим сразу оговорюсь все эти доски не для начинающих здесь для жесткости используются карбоновые стрингера то есть в общем-то все сделано по классике ну и доска descender имеет очень широкую линейку то есть маленькие 148 152 это женские можно сказать доски ну или 52 подойдет прям очень легким мужчинам или подросткам а так есть и 166 166 широкая 162 широкая 161 158 но кстати сама по себе доска не очень широкая то есть это все-таки такой более-менее универсальный универсальная доска для тех кто хочет себе универсальную доску кататься по всему курорту то есть есть powder едешь в powder нет powder режешь просто дуги на тра траченных трассах доска называется шорти и шорти это уже такой более классический с нашем понимании сноусерф как мы любим то есть предназначен он для катания в powder и для так скажем поворотов до для карвинга по жестким трассам опять же универсальная доска для тех кому нужна одна доска на все случаи жизни но эта доска не для бэк-кантри фристайла это доска такая уже для катания в горах вот кстати одно из интересных высказываний про эти доски производители досок основатели бренда мэтса он говорит что с возрастом мне надоело вообще рубиться и вот этот агрессивный стиль надоел и мне хочется течь как вода по горе а не разрывать в клочья эту гору поэтому в общем то снова серфинг что интересно у этой доски а у этой доски супер устойчивый нос принц в плане вибрирования потому вибрации потому что у него здесь стоят две алюминиевые дуги они не добавляют огромной жесткости да то есть нос у неё но в принципе обычной стандартной жесткости но при этом вибрации этой доски практически отсутствует то есть когда вы будете кататься по каким-то торосом до ледяным она будет спокойных прорезать и нос не будет болтаться вибрировать и будет хорошо держать дугу опять же здесь из ростовок что у нас есть 69 64 64 широкая 59 53 очень красивая доска с бамбуковым верхним слоем но сверху она просто зачернен она внизу вот уже такой прозрачный лак стоимость этой доски 83 900 кстати забыл про сказать про descender descender у нас стоит 74 тысячи это немало немало но за хорошую доску хорошие доски таких стоит кстати на всех досках наклеен сзади информационный лист где можно прочитать о конструкциях о каких-то особенностях и о и данные по ростовкам где что какой ширины нос у этой доски чуть-чуть смещенный назад кембер но при этом она достаточно жесткая поэтому на всех поворотах будет держать отлично длинный нос который очень рано начинается он естественно будет выплывать в глубоком снегу а хвост при этом тоже достаточно длинный то есть по сравнению с носом он конечно покороче но он все равно достаточно длинный он не такой яркий загиб высокий загиб чтобы прыгать бэккантри но какие-то моменты можно чуть-чуть как сказать дать задком чтобы выехать из какого-нибудь из какой-нибудь ловушечки ну и по жесткости доска тоже достаточно жесткая наверное семерочка для тех кто уже умеет кататься причем очень интересно у нас есть два дизайна такой доски вот этот вот дизайн который похож на на джонс стратос до на женский доз джонс стратос такой он такой боль более серфовый это 153 у нас только такая есть женская как раз ростовочка она достаточно она достаточно жесткая для женской то есть прям реально жесткая мне кажется даже что мужская в большей да как-то мужская мужская как-то помягче кажется но это какой-то не знаю ощущение просто здесь она покороче видимо по конструкции такая же поэтому очень жестко жесткая на прогиб в общем это такой сноусерф который подойдет для катания в горах на курорте следующую досочку рассмотрим странда ballrider нет ballrider следующий будет доска сейчас узнаете почему рассмотрим мы доску которая называется три серфер три серфер ну такой классическая фиш-образная доска она достаточно широкая и и вот этот вот широченный такой видим молотонос он достаточно жесткий и он отлично прорезает нас то есть если вы будете кататься в таких местах где есть корка до сверху замерзшие то вот этот нос он прям будет разрезать ее как бритва хвост здесь раздвоенный это не то чтобы классический swallup tail который удлиняет хвост до чтобы иметь более плавный поворот здесь просто вырез для того чтобы доска чуть-чуть погружалась в powder то есть это универсальная доска опять же курортной можно назвать которая будет в powder и вас вывозить а когда powder нет вы просто катайтесь пытаетесь карвин карвить будете учиться карвить на жестких отротраченных трассах доска всего лишь в двух ростовках выпускается 162 и 157 на из-за того что она более широкая выбрать ее нужно будет покороче то есть я думаю что талии 259 на 157 на 162 но как ни странно всего лишь 26 сантиметров но не самый широкая доска но достаточно жесткой то есть где-то наверное семерка здесь есть точно то есть такая универсальная доска которая будет отлично себя чувствовать в powder и из-за хорошего всплытия нос широкий и ранний загиб и вырез на хвосте который будет позволять ему проваливаться в powder а вот как раз следующая доска ball rider это как сказать производная от 3 серфера но здесь нет вот этого выреза и нос и хвост доски есть то есть вы на нем можете слегка поехать назад не в свою стойку для прыжков конечно нет этого не хватит такого загиба но каких-то снежных ловушек или там не знаю от если уперлись какое-то дерево можно назад чуть-чуть съехать то здесь доска примерно такая же по шейпу как 3 серфер но с полноценным уже хвостом поэтому кому что нравится да нравится вам более паудерная модель это три серфер более универсальная модель ball rider ну она так скажем чуть больше подходит наверно для карвинга потому что хвост более жесткий и выбор более стабильно будете чувствовать себя в повороте и мы подошли к заключительной доске сегодняшнего дня это доска читер ну наверное как вы можете видеть по этому шейпу это чисто карвинговая доска и она сделана именно для любителей гонять на большой скорости по ровным отротраченным трассам доска достаточно жесткая то есть восьмерка тут есть твердо но может быть даже где-то девятка она не супер широкая хотя вот эта ростовка например 170 есть еще 170 white доска такие доски ну понятно что должны быть наверное не основной вашей коллекции если вы конечно не прям абсолютный любитель карвингового катания то есть если вы все-таки любите на фрирайд наверное на ней но ездить не стоит а вот о чем говорю то есть это не единственная доска если предыдущие все сноуборда можно было использовать как универсальные для вашего чехла то с этой доской должна быть какая-нибудь другая доска хотя здесь есть тоже такие вещи как которые немножко облегчают вам жизнь на даже при катании на жестком снегу например вот это вот самая широкая часть носа она не является контактной точкой потому что она чуть-чуть приподнята над снегом и получается что нет вот этого эффекта зацепа на жестком снегу и когда вас просто тут же кидает в поворот если вы немножко неправильно нажмете сам радиус здесь смещен чуть чуть назад что облегчит ваши повороты ну и жесткий достаточно длинный хвост и сумасшедшая контактная длина просто сумасшедшая контактная длина есть еще одна доска тоже читер двухметровая но она как вам сказать она у нас отсутствует данный момент но мы его обязательно привезем она вообще выделена в отдельную как сказать категорию но не категория то есть она если вот 170 и 177 доска они как бы в одной в одной линеечке находятся дата двухметровая находится немножко в другой линеечке там как раз используется вот этот вот супер скользкий какой-то графитовый электрик скользяк и то доска чуть чуть немногим более подходит для какого-то фрирайда в горах то есть вот в полях каких-то вот этих камчатских полях да где нету деревья где вы просто пилите на всех ходах огромнейшими дугами вот то доска подход подойдет для такого катания хотя основное ее направление все-таки карвинг но про ту доску мы расскажем отдельно когда она к нам приедет к следующему сезону в общем вот такие у нас новиночки москва таганская метро станции таганская вверх фрирайд заходите смотрите на новиночки прицениваетесь кстати рубль опять пошел куда-то углублятся поэтому думайте может быть стоит сейчас найти себе какую-то доску пока мы ничего не изменили скорее всего осенью цены поднимутся ну на все доски в общем всем удачи всем пока заходите к нам смотрите новые доски катайтесь на сноубордах когда выпадет снег ну или ездите куда-нибудь южной полушарии там есть сейчас снег и и и и и и и